Всем привет дорогие друзья! Сегодня я хотела бы показать, как просто и быстро налепить целую гору очень вкусных пельмешек. Для того, чтобы сделать очень много пельмешков и они очень быстро лепились, главное приготовить правильное тесто. Поэтому мы начнем изначально с теста. Я всегда сейчас использую заварное тесто для пельменей и вареников. То бишь я воду, соль, масло, одно и второе отправляю до закипания на огонь. Затем добавляю туда половину муки и завариваю ее хорошенечко. Для того, чтобы не было там никаких комочков белых, она должна хорошенечко завариться. Получается вот такая вот масса, которую нужно остудить до температуры меньше 70 градусов, чтобы мы могли вводить туда яйца. И вводим туда яйца строго по одному, потому что иначе они очень плохо вводятся. Собственно, делаем такое же тесто, как на эклеры. После того, как мы ввели яйца, добавляем оставшуюся муку. Я ввожу вначале то количество, которое у меня указано в рецепте. И затем смотрю, если тесто немножечко еще будет липковатое, добавляю муки на подпыл. Смотрите, какое тесто получается. Оно уже довольно упругое. И я его замешиваю. Если нужно, опять же, чуть-чуть подсыпайте на подпыл. Но у вас получается и не сильно плотное, и не сильно мягкое такое вот эластичное тесто. Оно абсолютно уже должно перестать липнуть к рукам. Мы его отправляем в пакет и в холодильник. Где-то на полчаса для того, чтобы тесто полежало и в нем развинулась клейковина. После того, как тесто у нас полежало, как раз за это время я приготовила начинку для своих пельмешек. Начинаю заниматься раскаткой. На самом деле все получается очень быстро. Здесь на подпыл добавляю муку. Уже в самом конце, когда мой пласт становится довольно широким и таким, как мне нужно, уже перестаю добавлять муку на подпыл для того, чтобы мои пельмешки потом хорошо и быстро склеивались. И теперь разрезаю. У меня это нож для пиццы, можно обычным ножом на квадраты. В зависимости от того, какого размера вы хотите добиться пельмешек. Их можно добиться и больших, и абсолютно маленьких, таких крохотных. Прям как в суп добавляете. Вот можно вообще таких по 2 сантиметра делать. У меня здесь свиноговяжий фарш с чесночком, с лучком, с зеленью. И раскладываю где-то по чайной ложке в каждый свой квадратик. И затем все происходит очень-очень быстро. На самом деле, сейчас покажу. Складываем вдвое наш пельмешек, прижимаем центр и сворачиваем с другой стороны. И вот такая вот красота. Посмотрите, как это все быстро происходит. Проще уже не бывает. И получается за очень маленький промежуток времени налепленная целая гора пельмешек. Если у вас правильно сделано тесто, оно замечательно у вас склеивается. При этом оно не разваривается, не темнеет. И очень они вкусные даже на второй день после варки. Вот такая вот красота. Обычно большую часть пельмешек я оставляю в морозилке и потом варю при необходимости. Таких пельмешек можно съесть и 2, и 3 порции. Они очень вкусные, очень нежные. Тесто просто безупречное получается. Вот такая вот парущая и очень вкусная красота у нас получается. Обязательно попробуйте. Это все на самом деле проще, чем кажется. И, конечно же, домашние пельмешки абсолютно не сравнятся с магазинами. Это намного вкуснее и лучше. Не забывайте, конечно же, поставить палец вверх. А с вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok